Сердечно битая молодых. Шановные Сергей и Виктория, сегодня у вас в их победительный день. Выбирайте шью. Эту фразу Виктория и Сергей давно хотели услышать в свой адрес. Хотя много раз в их жизни было моментов, когда они думали об обратном. Куда уж там женитьба, если жизнь на грани смерти. Их впечатляющее свидетельство поражает сегодня многих людей. Буквально воскресли из мертвых, заявляют люди, которые видят сегодня на их лицах счастье. Два с половиной года назад я встретил Сергея в 89-й туберкулезной зоне, умирающем от туберкулеза. Мне казалось, что ничего уже не может помочь ему. Но сейчас, как мы видим, у человека получилось измениться. Сергей Фесик провел пол жизни в местах лишения свободы. 17 лет он не имел паспорта, и когда он вышел из колонии, он вообще не представлял, как ему жить дальше. В легком у него образовалась дыра – 10,5 на 5 сантиметров. То есть, это треть легкого. Сегодня он полностью исцелен. Прошел полный курс реабилитации и социальной адаптации. Он стал полноценным членом общества и уже служит таким людям, каким он когда-то был. Это мы ездили на Пасху, на 94-ю колонию. Я туда, когда зашел с братьями, и проходим, когда слышу такое – это Фесик. Нет, не Фесик. Это Фесик. Да ты гонишь, какой Фесик. Это Фесик же я тебе говорю. Они подбегают ко мне два друга, говорят – это ты? Нам же уже сказали, ты умер. Мы уже смотрели твои фотографии. Ты же никакой. Пощупали все. Один верующий, а второй еще мялся, мялся. Когда призыв к покаянцу, мы первый побегали. Говорят, я хочу туда, где Фесик. Радикальные изменения пришли и в жизнь Виктории. Она имела зависимость, судимость и добрачные связи. Эти изменения пришли в жизнь всей семьи, говорит ее мама. И только Бог мог дать такие результаты. Вика пришла к Богу уже почти 13 лет назад. Конечно, очень многое изменилось. Что можно сказать. Вика была по натуре и кололась, и пила. Пришла к Богу. Ее Бог моментально, через какой-то… Вот только она покаялась, я не помню. Или февраль, или март месяц, я уже не помню. Перед маем она пошла к водное крещение. И моментально Господь ее освободил от всего. И от наркотиков, и от алкоголя. Сегодня Виктория счастлива, как никогда. Ведь это ее первый официальный брак. И уверяет, что последний. Она ободряет всех незамужних хранить в чистоте свои добрачные отношения. И молиться за будущих мужей. Чтобы Божья рука соединила сердца. Я ждала супружества 12,5 лет. Молилась за него. Поэтому то, что он пришел к Богу, это все не случайно. Потому что я молилась, чтобы просто по первому псалму, что блажен мой муж. И просто провозглашала, что он дерево, как посаженное при потоках вод. И он недавно сказал, что первое, что он выучил, это был первый псалом. То есть вот так вот Бог его вел. Хотя мы друг друга еще не знали. Но Бог уже являл свою милость и свое чудо в его жизнь. На свадьбу Виктории и Сергея пришли служители церкви «Дверь в небо». Это те люди, кто помогал им восстановиться и пройти трудный этап жизни. В этот день родилась не только новая семья, но и родилось новое доказательство существования Бога. Здесь происходит реально сегодня свидетельство Божьей славы. Свидетельство того, как Бог каждого из нас просто поднимает с такого дна, с такого брения и воскрешает. Я с этим человеком, с женихом, теперь уже мужем, познакомилась два года назад. Он был в больнице в очень тяжелом состоянии. Через год он опять туда попал. И когда он второй раз туда попал, у меня уже вообще не было веры, что он оттуда выйдет живой. Мы навещали его, молились за него, делали все, что мы должны делать перед Богом, но веры у меня не было. И когда сегодня я вижу, я вот сейчас мысленно возвращаюсь год назад к тем событиям, которые были и сейчас, и вижу, что происходит в жизни этих людей, это слава Богу. В церкви «Дверь в небо» прошла церемония благословения брака. Епископ Юрий Коновалов напомнил молодой паре о том, что бракосочетание – это завет с Господом. Наставил Викторию быть мудрой и добродетельной, а Сергея – являть любовь и благоразумие. Я могу сказать однозначно, что жизнь измененного человека – это самое убедительное Евангелие на этой земле. Господь не требует от нас быть настолько образованными, и теологически подкованными, чтобы мы могли своим знанием Библии впечатлить людей этого мира. Намного более убедительной является наша история после того, как мы пришли к Богу. Поэтому, когда я смотрю на этих ребят, мое сердце радуется, потому что сегодня это живое Евангелие в этом городе. Люди, которые когда-то их знали, когда-то с ними соприкасались, они сегодня все могут сказать, что Бог есть, что Он живой и что Он реальный. Новая семья планирует иметь двух детей, надеяться, что их будущее поколение никогда не познают тех бед и ошибок, через которые им пришлось пройти. Специально для ТБН Анна Блоха, Ольга Лях, Днепропетровск, Украина.